Здравствуйте! В этом видео вы увидите историю, которую я рассказал 7 лет назад. А после я поделюсь о том, как живу сейчас. Многие люди сегодня находятся в подобном положении, в кругу алкогольной зависимости, из которого, казалось бы, нет выхода. Но я лично убедился, выход есть. Мне это удалось. Удалось благодаря Богу. В 15 лет я начал пить и курить, и сам не заметил, как пристрастился к спиртному. До этого я учился на твердой четверке и пятерке, а после скатился на дитройке. И это меня уже не беспокоило. После школы пошел работать на завод, отучился 3 месяца на водителя. Потом была армия, которая научила меня дисциплины и порядку. Но это было недолго, 2 года. Через 2 года я опять вернулся в прежнюю колею, завод, потом была овощная база. И опять обычная та же самая жизнь. Утром работа, вечером пьянка. Жил в общежитии. Обстановка к трезвости не располагала. Хотя я к этому и не стремился. Жил от получки до получки, постоянно в долгах. В каждом городе метротрезвитель мой. Обзаводиться семьей даже не думал. Потому что постоянная спутница жизни уже была. Бутылка. В 29 лет наступил переломный момент в моей жизни. В прямом и в переносном смысле. Пьяным сломал позвоночник. До травмы жил от получки до получки. После травмы от пенсии до пенсии. И так замкнутый круг. Друзья, драки, пивбар, грязь, нищета, кошмары. Ночью боялся выключать свет. Были галлюцинации. Так прошло еще 13 лет. Как-то знакомая пригласила меня на богослужение. Церкви христиан веры евангельской. Которая проходила в санатории Чайка. Там во время проповеди я узнал, что есть Бог. Которому небезразлична моя жизнь. Который хочет изменить ее. И освободить от алкогольной зависимости. Потому что Бог дает человеку жизнь. И Он хочет, чтобы человек ее прожил трезво и счастливо. С тех пор я стал постоянно посещать богослужения. Покаялся перед Богом в своих грехах. Бросил пить, курить, ругаться матом. Знакомые говорили мне, что это ненадолго. Не знаю, много это или нет. Но такой жизнью я уже живу 10 лет. С Богом все изменилось на 180 градусов. Я трезво смотрю на жизнь. Спокойно сплю. Не мучают ножные кошмары. Наладились отношения с родственниками. Улучшилось здоровье. И вообще, жизнь с Богом это здорово. Он дает настоящую любовь, радость и покой в сердце. Все трудные ситуации с ним проходить намного легче. Сейчас при церкви существует реабилитационный центр Иордан. Для алко-наркозависимых людей. Зная не понаслышке о проблемах людей, обращающихся туда за помощью. Мне нетрудно понять и помочь им обрести свободу. Свободу, которую я когда-то обрел во Христе. И как говорят у нас на реабилитационном центре. Слава Богу за нашего Бога. Потому что если бы не Бог, то не дай Бог. Верьте в Бога и будьте счастливы. За это время я ни разу не выпил, не закурил. У меня нет даже тяги к этому. Сейчас я служу в церкви, помогаю бывшим зависимым. С окружающими и родными у меня хорошее взаимоотношение. Прошло 17 лет после моего покаяния. И я ни разу не пожалел о том, что живу с Богом. И хочу как тогда повторить. Слава Богу за нашего Бога. Потому что если бы не Бог, то не дай Бог. Там надо же такую интонацию, чтобы люди поверили, что не дай Бог. Если не Бог, то не дай Бог. Почему? Ну потому что без Бога никак. А что, живут же люди? Да, живут, грешат. Могут же сами бросить? Могут. Могут, но они только могут пить бросить, курить, остальное. Надо же поверить, главное в Иисуса Христа. Потому что Он спаситель. И Он пришел, Он пострадал. Он отдал за нашу свою жизнь на кресте. А зачем людям Бог? Зачем Бог? Потому что Бог дает жизнь вечную. А что на земле? Мы же только транзитные пассажиры, правильно, на этой земле? А потом еще есть там, на небесах жизнь. А потом еще не дает жизнь. Продолжение следует...